Один из самых жарких периодов для огнеборцев морозы. Со статистикой здесь не поспоришь. За январь в нашем городе произошло 14 пожаров. Оставили обогреватель без присмотра, положили рядом с печкой пластик или бумагу и все, огонь тут как тут. Пожарный инспектор Александр Гайфудинов предупреждает, в холода нужно быть внимательными. Во избежание пожара не допускайте перекалы печей и использование самодельных нагревательных приборов. Не оставлять топящуюся печь без присмотра, не доверять топку печей детям, не оставлять одних детей без присмотра, не перегружать электросеть электроприборами. Пожарный перед выходом из дома рекомендует выключить все электроприборы, а если что, сразу звонить по номеру 101. В такие морозы особое внимание стоит уделить и здоровью. Костюмчик по фигуре не главное. Медики напротив советуют надевать свободную одежду в несколько слоев. Которые части тела выступают, например лицо, их смазать лучше кремом, например, чтобы это менее так было подвернуто холодовой вот этой травме. Рукавицы должны быть на руках или перчатки, на ногах, значит, тоже должны быть утеплены. На улице долго находиться не стоит, но если маршрутка как назло задерживается, не стойте на одном месте, даже небольшие передвижения не дадут вам замерзнуть. Утепляться больше всех стоит пожилым людям и детям. Выполнять все рекомендации врачей, а перед выходом плотно покушать и выпить горячего чаю. Так организм дольше сохранит тепло, а вот для малышей в детских садах прогулки сокращают, если температура ниже 15 градусов. И главная рекомендация касается любителей горячительных напитков. Алкоголь не согревает, а притупляет чувства, поэтому получить обморожение в таком волшебном состоянии в разы легче. В этом году проверили аксиому на себе два человека. Если обморожение избежать не удалось, главное – напоить человека горячим чаем, закутать в теплую накидку и вызвать скорую помощь. Растирать и прикладывать горячие компрессы на рану ни в коем случае нельзя. Елена Силакова, Дмитрий Воронушки, Новости Верхникамье.